Если вы хотите посмотреть, как я буду отвечать игроку Абсолют Ролиплей, то досмотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Где-то уже, знаете, не то чтобы в начале моей ютуберской карьеры, скорее уже вот начало прошло и пошла какая-то такая, знаете ли, золотая середина. Там ролик про Заку уже вышел, набрал там более, я не знаю, 15, возможно, 20 тысяч просмотров. Сейчас на нем уже там, я не знаю, более 30 тысяч просмотров. Мы не об этом. Вот прошла вот эта, знаете ли, золотая середина, все прочие вот эти вот вещи. И казалось бы, что вот уже все хорошо, все планомерно, все правильно пошло. И я заметил ролик про себя у одного из ютуберов, видимо, Абсолют Ролиплей, Трэш Адептус, Трэш Адуптус. Решил ответить на него. И после ответа на ролик дорогого Трэш Адептуса, Адуптуса и вот вообще в целом игрока Абсолют Ролиплей, я понял, что он достаточно адекватный. И вообще большинство людей, играющих на Абсолют Ролиплей, они абсолютно адекватные. И абсолютно адекватно защищают свой проект, на котором они играют. Возможно, они на него донатят. И вот я могу их понять, я могу понять, когда про проект, на котором ты играешь, говорят немного неправильно. С твоей точки зрения, опять же, с моей точки зрения, я говорю, все абсолютно верно, потому что это мое личное субъективное мнение, основанное на том, что видел лично я. Возможно, в комментариях в каких-то новостных изданиях, возможно, в комментариях там еще где-то и вот все-все-все прочее. То есть я это все видел, и я это все на своем ютуб канале вываливаю. И, разумеется, приходят люди, защитники Абсолют Ролиплей и вот всего прочего. То есть такие люди есть у любого проекта. То есть адепты, можно сказать, фанаты какие-то, поклонники проектов, они есть у любого проекта. Попробуй ты там, я не знаю, Аризону засрать, тебя вообще разнесут нахуй. Попробуй там, я не знаю, Trinity RP засрать, Gambitro или Play засрать, сказать, что тебе не нравится там full RP по твоему личному субъективному мнению и так далее, то тебя засрут. Как бы, потому что адепты проектов, они есть у абсолютно любого проекта. И тогда, когда вышел у меня уже ответ, знаете, вот этому трэш-адептусу, трэш-адуптусу, Когда я ему всё вот это вот подробненько, знаете ли, рассказал То я ещё заметил, что очень много комментариев есть И я пошёл под тем самым роликом отвечать на комментарии, знаете ли, Абсолют Ролиплей То есть игроков Абсолют Ролиплей И типа тогда это получилось неплохо Тогда мне большинство игроков Абсолют Ролиплей сказало Типа вот, ответил бы ты так сразу, у нас бы вообще к тебе претензий никаких не было Но понимаете, я такой, какой я есть Вы не имеете права меня за это судить Я думаю, вы поняли, к чему эта отсылочка В общем-то да, я такой, какой я есть И то, что я говорю, ну вот я говорю Никого обидеть я не хочу тем, что я вот тут могу наговорить и так далее Если кого-то из вас, игроков Абсолют Ролиплей Мои слова в какой-то мере даже, возможно, самой маленькой обидели Я бы хотел перед вами извиниться Разумеется, такой цели я не ставил То есть моя цель исключительно высказать своё мнение То есть весь мой канал, вот этот вот построен на том, чтобы я высказывал своё мнение Вообще, то есть у меня один из немногих таких каналов Который может взять какую-то тему и начать её обсуждать Вообще, я единственный канал на Ютубе, который выпускает ролики каждый день По GTA-сампу именно И уже этим я примечательным, поэтому ладно Я думаю, что с лирическим отступлением мы уже с вами закончили Там на три с чем-то минуты Но вы знаете, как обычно это бывает Уж извините, куда деваться И сегодня я бы хотел ответить на комментарии Такого, знаете ли, человека с Абсолют Ролиплей Сразу хочу сказать, что я его ни в чём не виню Никак его не принижаю и так далее То есть вообще под тем роликом есть много комментариев игроков Абсолют Ролиплей Но ответь я хочу именно на комментарии Человек под ником, под псевдонимом Кров, кров, ещё что-то Возможно, как-то так это читается Извини, если я неправильно, возможно, прочитал И вот, типа, вот что-то такое, да То есть я сразу же хочу, ну, в самом деле, вот что-то наподобитого Однако ладно Ладно, сейчас я прочитаю эти комментарии Постараюсь на них как-то более-менее ответить Чтобы люди с Абсолют Ролиплей поняли мою позицию Я как-то жалею очень сильно Что мне приходится, знаете ли, свою позицию Постоянно как-то объяснять, разжёвывать и так далее Потому что я не хочу причинить кому-то зла, кому-то вреда То есть мне часто говорят, мол, ты злой Ну, то есть, а как? Я не знаю, я просто выражаю своё мнение Если вам кажется, что моё выражение собственного мнения Оно какое-то злое То, возможно, вы просто не выражали своё мнение никогда И не знаете вообще, что это такое То есть я не злой Я просто говорю то, что я думаю Если, опять же, кому-то покажется, что я, я не знаю, что-то не то говорю И ещё что-то Вы можете поставить дизлайк Вы можете опять-таки написать комментарий То есть у меня все комментарии абсолютно точно проходят Никакие не удаляются Однако у Ютуба есть свои спам-фильтры против кибербуллинга И чего-то такого Поэтому всё равно подбирайте выражения Также можете делать какие-то ответки Вставлять мои, знаете ли, моменты из моих видеороликов То есть, опять же, за это вам ничего не будет Я за открытость, я за, знаете ли, вот общественное достояние Абсолютно всего, что мы видим И давайте уже приступлю к, возможно, зачитыванию всех этих комментариев Сразу начинаем с первого Нахуя ты на него лезешь? Сиди на своей Аризоне Ну, то есть, это, ну, как-то, я не знаю Это достаточно уже глупо Потому что я вот за все, все свои, знаете ли, тирании Вот это вот правление Вот это вот, я не знаю, выпуска видеороликов и всего прочего Я так часто всё это слышал Ну, а типа, ну, я не знаю, а вот, допустим, зачем ты на меня тогда лезешь? Сиди, играй на своём Абсолюте Зачем ты вообще на ролики на мои заходишь? Сиди, там, смотри ролики чуваков с Абсолюта Или их нету, да? Или нету ютуберов с Абсолюта или плей Ну, как-то это достаточно забавно Я хочу высказаться на определённую тему Я на него высказываюсь В чём проблема, я не понимаю Меня часто обвиняют за кликбейты Но, на самом деле, это не кликбейты Это просто громкие заголовки Умейте отличать То есть, что такое кликбейт? Это кликбейт, это когда, допустим, я не знаю, там, название Жёстко, порно, секс Выебли школьницу, преподаватель Там, сантехник пришёл чинить трубы Но починил абсолютно не те трубы Там, заходишь на ролик Там, я не знаю, летсплей по Майнкрафту Какие-нибудь, я не знаю, музыкальные клипы Школьников из Майнкрафта И вот всё-всё-всё прочее Вот это кликбейт А когда, то есть, ну, в целом Название ролика передаёт то, что плюс-минус будет в этом ролике То это громкий заголовок Не более того Я бы мог назвать, типа, ролик что-то по типу Рассуждаю на темы Связанные с GTA-сам Проектом Абсолютно роли-плей И вы бы на него не кликнули Абсолютно точно А задача любого ютубера Это, как вы понимаете Например, просмотры Это моя работа Мне за это платят Поэтому, я думаю, что на это я ответил И многое другое Дальше Что пишет Кроуф? Ботов создают с намерением качнуть онлайн А эти боты Настоящие люди Качающие, к примеру, ZP Если разрешено Почему не воспользоваться? Ты говоришь, как он может Держать такой онлайн Да даже если ввести в Яндекс сам Он на первой строке Но, во-первых Давай по порядку Всё это разберём Всё это как-то Я не знаю Вообще Поймём, что вообще-то Имел в виду Вот этим вот своим Я не знаю Комментариям Всем прочим То есть Ботов создают с намерением качнуть онлайн А эти боты Настоящие люди Качающие, к примеру, ZP Я же это в своём ролике обсудил Я говорю, да Я не отрицаю, что у вас действительно Есть люди Которые могут качать Payday И так далее Но они же АФКшники Вы их потом где-то видите в игре? То есть нет А чем они тогда отличаются от ботов? Я сказал именно это Отвечать на вопросы Это, конечно, хорошо Но куда лучше Не заходить на Абсолют Ролеплей Потому что там вот эти скины бомжей Блядь И вот эта вся прочая хуйня Давайте уже без этого В самом деле Если разрешено Почему не воспользоваться? Так я и не говорю Что вы не должны этим пользоваться Я говорю просто Что чуваки таким образом стоящие Качающие ZP И так далее Чем они отличаются от ботов? Вы мне это опять-таки не сказали То есть в чём проблема-то ваша? Я не понимаю Ты говоришь Как он может держать Такой онлайн? Да даже если ввести в Яндекс Самп Он на первой строке Ну да Яндекс Вот если ввести в Яндекс Хотя я не знаю Кто пользуется в 2020 году Яндексом То есть А если ввести Я не знаю там Расчленёнка Ещё какие-то вещи То она тоже там будет На первом месте Что с того? Ну это что Что это меняет-то вообще? Ну да На сайте допустим Посещаемость большая А что это меняет-то по факту? Люди заходят на Самп Хотят поиграть там Я не знаю В Самп РП То есть Не именно на проекте Самп РП А вот именно В Самп Они слышали что есть какой-то РП И хотят в нём поиграть Вводят Самп И попадают на какой-то Абсолютный ролеплей И то есть Разумеется Что они Наверное думают Что куда-то не туда попали Что-то наподобие того Вот Поэтому ну Типа это не аргумент Абсолютно То есть Сам понимаешь Абсолютно Фу А у меня Вот лично у меня Такого ТЗ не было Кого-то обсирать За деньги и так далее То есть часто Когда выходят какие-то ролики От меня Допустим Там когда выходили ролики Какие-то от Ангела Кассады На другие проекты То есть все думали Что это какие-то заказы От Аризона и так далее На самом деле Аризона в этом Абсолютно не заинтересована Она всегда ведёт Вела и надеюсь Будет вести конкурентную борьбу Честную Честную конкурентную борьбу Поэтому Типа ну это Максимально хуёвый тезис То есть Зачем ей это вообще делать Это топ-1 проект И типа ну неужели Она таким образом Решит Я не знаю Устранить конкурентов Даже сам там Я не знаю СК Мэйсон Станислав и так далее Он постоянно выражался Что типа нормально Относится ко всем конкурентам Просто ему бывают непонятные А некоторые действия Со стороны других проектов И всё То есть более там Ничего такого не было И типа ну Это как-то странно Как по мне лично То есть то что Аризона Может кому-то заплатить Чтобы кто-то Я не говорю что такое невозможно Я говорю что просто странно Чтобы Аризона Кому-то платила Но лично мне Она не платила То есть вы могли заметить Что мнение у меня В роликах Оно постоянно Типа ну одно и то же Буквально То есть типа Аризона Как-то повлиять на моё мнение Не может Однако То есть если бы Вот честно вам сказать Если бы мне Аризона Предложила деньги И сказала бы Сказать то что я говорю То я бы разумеется Сделал это за деньги Но вообще в целом Я могу снять Любой практически видеоролик Как я думаю И Аризона Мне его оплатит Поэтому мне нет Никакого Аризона Там знаете Делать те или иные ролики То есть Аризона Оплатит любые Абсолютно И какой ей тогда Смысл Я не знаю Делать вот такое Какой смысл вообще На абсолют тогда Обращать внимание Я не знаю Разумеется Вы не поверите Потому что Ну я не знаю Как вам тут можно Что-то доказать Я могу Я вернее не могу Но если бы я мог А показать Я не знаю Переписку со Стасом Вы бы сказали А ну вы типа Во Вконтакте О таком не говорили Ну наверное где-нибудь Там я не знаю В Телеграме Да там В Яндекс Мессенджерах Каких-нибудь Вы об этом договорились А всем остальным Как бы ну не сказали И вот как-то так У вас все это получилось Однако ну такого тоже В принципе не может быть Я думаю что я вполне Адекватно Вполне нормально Ответил на Вопросы людей Вопросы населения И вот всего прочего Касательно Абсолют Ролеплей И моего отношения Вообще к нему И вообще задавайте Вопросы внизу В комментариях То есть опять-таки Возможно выйдет Еще одна Подобная Я не знаю Подобный видеоролик Подобная ветв Видеороликов Возможно она еще выйдет То есть я за это Как-то особо ручаться Не могу Однако если вы тут Наставите много лайков Зададите много вопросов Или наставите много дизлайков И также зададите много вопросов То разумеется Я засниму Возможно об этом Еще один видеоролик Всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok